Расписка, образец оформления. Сразу хочется подчеркнуть два важных момента. Во-первых, расписка о получении средств – это надлежащее доказательство для суда. Но только если это правильно оформленная расписка, образец оформления вы найдете на фото ниже. Тот, кто дал под расписку свои кровно заработанные деньги и оформил ее правильно, может рассчитывать, что сумеет вернуть средства через суд в случае, если возникнут проблемы. Второй важный момент – должен успокоить заемщика, то есть того, кто берет деньги в долг. Из-за денежной расписки и того, что вы не можете вовремя вернуть по ней деньги, не может быть никакой уголовной ответственности. И если взаимодатель угрожает вам статьей о мошенничестве и тюремном срокам, знайте, что это пустые слова. Одалживание денег – это чистой воды гражданско-правовые отношения. И рассматриваются они судом по Гражданскому кодексу, который по определению не предусматривает уголовной ответственности. Расписка, образец оформления. Есть сведения, которые должны быть указаны в расписке и без которых она попросту теряет законную силу. Если вы не укажете, как минимум, один из следующих пунктов, то у вас возникнут проблемы при отстаивании своих прав в суде. В начале текста расписки всегда ставится дата. Это дата, когда был осуществлен заем. Далее пишется имя заемщика, писать его нужно полностью. Кроме этого обязательно укажите его паспортные данные, серию номер, кем и когда он был выдан. Напишите в расписке адрес заемщика. Если его фактически адрес и место регистрации не совпадают, напишите сразу оба адреса. Гражданин такой-то, зарегистрированный по такому-то адресу, проживающий по такому-то адресу. В расписке также нужно написать ФИО займодателя. Его паспортные данные указывать не обязательно. В расписке также должна быть указана сумма займа и во избежание проблем очень желательно, чтобы она была написана вначале цифрами, а потом прописью. Согласитесь, всего лишь одна единичка дорисованная к сумме может наделать больших проблем. Точно указывайте валюту, в которой дается займ, например доллары США, и после этого прописывайте эквивалент этой суммы в рублях. В конце расписки опять полностью пишется ФИО заемщика и ставится его подпись. Есть ли у денежной расписки срок действия? Если в расписке указан срок, на который даются средства, или точная дата, до которой деньги нужно вернуть, то у расписки есть срок исковой давности. И он составляет два года с момента наступления времени, когда нужно было вернуть долг. Иногда в расписке сложно указать срок, когда именно нужно вернуть деньги. Тогда эта расписка считается такой, у которой фактически нет срока давности. Она может даже переходить по наследству. А деньги нужно вернуть после письменного требования, отправленного заказным письмом по почте. С момента вручения такого письма и начинает отчитываться два года исковой давности. Ошибки при составлении и расписке о получении денежных средств. Иногда бывает так, что когда дают деньги под расписку, сумму прописывают только цифрами. Со временем чернила на листе бумаги могут побледнеть или затереться. Заемщик, который не желает отдавать долг, может утверждать, что он забыл, какую именно сумму одоживал. Если вы не укажете в тексте расписки полные паспортные данные сторон, заемщик может утверждать, что деньги одалживал у вас не он, а его ТСК. Или что деньги он одалживал не у вас, а у другого Иванова Петра Петровича. Хотя, данные заимодателя указывать не так принципиально. Наличие у вас на руках расписки обычно является для суда весомым доказательством того, что именно вы одалживали эти деньги. Законодательство других стран все написанное выше касается расписки в соответствии с российским законодательством. Но будьте осторожны, если вы находитесь или живете в другой стране. К примеру, США и Европе суд часто принимает сторону заемщика, если тот не может вернуть долг в силу своих личных жизненных обстоятельств. Поэтому в денежных расписках стараются указывать залоговое имущество, которое должно передаваться взаимодателю в случае неуплаты долга. Подобные случаи случаются и в России, но суды принимают такие решения только если физическое лицо официально признано банкротом. То есть если человек брал деньги в банках и не может их вернуть. Нужно ли заверять расписку нотариуса? Заверить написанную от руки расписку нотариуса не получится. Нотариус может оформить только договор займа. Считается, что договор займа это более надежная гарантия того, что деньги получится вернуть. Вероятность ошибок в таких договорах сводится к минимуму. К тому же, есть целый свод законов, который регулирует отношения именно по договорам займов. Некоторые юристы даже советуют писать в тексте обыкновенных расписок фразу «Прошу считать это соглашение договором займа». Для того, чтобы стребовать деньги по обыкновенной расписке, нужно обращаться в суд. Если заключен договор займа, взаимодатель может обратиться сразу в исполнительную службу или к нотариусу, чтобы тот выдал исполнительный лист. В итоге у заемщика могут быть конфискованы деньги с банковских счетов или наложены другие обременения, без никаких судов и повесток. Расписка, вопросы и ответы. Можно ли написать расписку задним числом? На практике получается, что никаких проблем при оформлении расписки задним числом нет. Единственное, нужно согласие обеих сторон для составления документа. Можно ли продать долговую расписку? Расписку можно продать только в том случае, если в ее тексте указана такая возможность. Что делать, если срок погашения долга и стек, а подавать в суд вы не хотите? В этом случае мы рекомендуем вам вместо старой написать новую расписку со свежей датой и новым сроком возврата долга. Видео – случай, когда долговая расписка не работает. На нашем сайте вы найдете другие важные статьи об оформлении документов и займах.